Я начну с того, что на сегодняшний день развитие энергетики, оно развивается не только атомной энергетикой, но развивается достаточно серьезно сегодня вопрос, связанный с добычей и увеличением добычи углеводородов. Одним из перспективных направлений по увеличению добычи углеводородов является Арктик. Но всем хорошо известно, что для того, чтобы обеспечить экономичность и сообразность добычи углеводородов в Арктике, необходимо обеспечить эффективную транспортировку. Для транспортировки на сегодняшний день экономистами посчитываются. Для того, чтобы эффективно транспортировать углеводороды по северному морскому пути, необходимо обеспечить скорость как минимум 1,5 СУЗов для крупных газовозов, нефтяных танкеров, тогда этот путь является перспективным в случае средней развития. Более того, что всем хорошо известно, что в этом регионе находятся одни из крупнейших запасов углеводородов и газов, которые обеспечат в нашей стране достаточно серьезные доминирования на этом рынке. В этой связи очень большая потребность в создании новых мощных ретоколов, которые могли бы обеспечить функционирование. Цель стоит функционирование круглогодичное. Сегодня идет разговор о том, чтобы хотя бы обеспечить половину функционирования на половине северного морского пути, я имею в виду в благодичном, и в определенный период обеспечивать навигацию по этому пути на более продолжительные сроки. С учетом того, что наше количество нефтегазовых поражений находится в зонах узких рек, необходимы не просто ледокол, который мог бы рубить лед, иметь очень высокую видопроходимость на глубокой воде, но и также ледокол, который мог бы одновременно прорубать необходимые ледовские проходы на низкой воде. С этой целью в 2017 году была поставлена задача разработать и спроектировать двухотсадочный ледокол мощностью энергетической установки, привода винта 60 мегаватт, это та установка, в которой передается мощность, передается на 1. Суммарная мощность энергетической установки данного ледокола составляет 72 мегаватт. Следующий на слайд, пожалуйста. Значит, ну, я не буду что-нибудь терять время, здесь достаточно хорошо показывают все габаритные размеры, 160 метров, длина 33 метров, 33 метров ширина и два уровня осадки, 10,5 метров и 8,5 метров, что, в общем-то, на сегодняшний день является уникальным с точки зрения самой поставленной задачи. В воздушке 2012 года, в сегодняшний год, было осуществлено проектированное совместность, ну, заказчиками у нас является Атомфлот, значит, это подразделение структурное на сегодняшний день Росатома. Значит, вот в течение 13-го года, по сегодняшний день, 16-й год, выполняется одновременно, я подчеркиваю, одновременно проектирование, выполнение всех необходимых опытно-конструкцийских работ по созданию уникального самого бочного в мире ледокола, проекта 4.2.0, ЛК-60. Значит, ну, я не буду так повторять, потому что на слайдах нам даны характеристики. От того, что этот ледокол может проходить по толщине вот до 3 метров, имеет возможность функционировать в отсутствии даже работы ядерной и аминоптической установки. Достаточно уникальные конструкции, в которых, ну, поверьте мне, многие из того, что я сегодня слышал, ну, часть того, что я знаю, применяются новые технологические, технические подходы, подходы, связанные с созданием на сегодняшний день уникального реактора ЛК-200. И сегодня мы ожидаем в ближайшее время, что мы его уже получим на площадке Балтийского завода достроения, и начнется его погрузка на борт ледокола. 20-го, после 20-го июня планируется спуск уже ледокола на луну. Мы им не можем еще достраиваться. Более того, что, насколько, наверное, известно, этот ледокол уже законтрактован на опроводку судов по Северному морскому Кипи, в Кипи-Кизнадске году. Представляете, с 2013 года, сегодня у нас за 3 года, плюс еще, так, 2 года, за 5 лет мы должны построить ледокол достаточно уникальной конструкции. Ну, значит, опять же, я не могу... Следующий человек, пожалуйста. Следующий человек. Значит, вот на слайде приведена конструкция, этот реактор, в практике готовый уже реактор, который был отправлен на ВЕФ, буквально, там, 2-3 недели назад. Значит, его параметр применил в таблице. Это первый, значит, из реакторов серии РИТУ. И, насколько я знаю, следующий будет реактор РИТУ-400, который будет транспортной ядерной установкой для применения на судах и на проходах, которые сегодня будут проектироваться. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь указаны основные технологические параметры, которые связаны с... Ну, я уже сказал, уже практически применены новые технические решения, которые применены на строящем сетку ледоколе. Первый, я уже сказал, это новая энергетическая установка, то есть реактор много абсолютно спроектированных, готовных к ТП Африкантова. Там много технических, технологических решений, было очень много сложных с этим и его изготовлений, но наши партнеры из Росатома преодолели эти сложности и с небольшой задержкой нам поставили этот оборот. Второй для этого ледокола разработан был новой марки стали, морозовый, стойкий, который применился для работы в арктических условиях. Кстати, разработками эти стали занимался переживания, относящаясь к участву с полуцентром кубер-прометей, кубер-прометей, который, так сказать, следующий, вот, хочу обратить внимание, с точки зрения даже последнего нашего докладчика, да, по поводу того, что на этом ледокторе мы в троге перешли вот, вектор движения на постоянном ледокторе перешли на высоковое и на движение 650-х главы, так, на сегодняшний день, это первое ледокторе, который будет управляться, потому что там достаточно серьезная система электродвижения управления, достаточно много вопросов связанных. Ну, то, что была создана под этим новым направлением и в промышленности создала производство мощных электродвигателей и генераторов для подобных морских систем. Ну, правда, здесь, как бы я сказал, вызов следующий. Один длинной электродвигатель мощностью 20 мегаватт, всего три, он весит 300 тонн. можно себе представить, что задача при снижении веса, несмотря на то, что это не очень важно для ледоктора, еще там, полос, но с точки зрения габаритов, технологии, и всего остального, конечно, мы были бы приинтересованы в том, чтобы этот вес снизился. ну и, то есть, следующее, но опять же, значит, с точки зрения нашего понимания, это повлекло за собой, если вы прочим, создание, наверное, в первой и за последние, если говорить так, примерно лет 20, была создана новая паратургутная установка, суммарной мощности по 7,2 мегаварта, как я сказал, отличная мощность параметра из генератора 6 мегаварта, до этого это еще не делается. А, дальше, можно сказать, что? Я коротко скажу, что, кроме того, что, как с задачей, например, комплектующих, которые применяются на этом ледокоде, возникло еще ряд задач, которые были связаны с тем, что необходимо было адаптировать производство к строительству, это достаточно очень большой корабль, большое обещание, то есть, это потребовало от нас серьезных вопросов, связанных с образованием наук. Эта вся ситуация была реализована на Балтийском заводе судостроения, кстати, неделю назад завод отметил 160 лет с его созданием, не только на этом, является одним из самых современных заводов, который строит, на мой взгляд, передовую суда, для вашей информации, получая электростанция, которая состоится в проектах, на «Росатома». По заказу проекта достаточно много тоже строится на Балтийском заводе с пустой. Ну и последнее, можно сказать, что этот летокол будет серийным, уже заложен первый серийный летокол, после спуска будет заложен второй серийный летокол. не исключена возможность, что будут построены еще два серийных летокола. Ну и на базе этого старейшего летокола будет создан новый летокол проект «Лидер». Мощность энергетической основы составляет 120 мегаватт. Этот летокол позволяет одним проходом полупать коридор для прохода газовозов для смещения 200-300 тысяч тур по каналу со скоростью 14 мегаватт. Там тоже будет очень много вопросов связанных с энергетикой. Мы надеемся в дальнейшем, что мы будем дальше сохранить успешно наш сотрудничество в госпораде с «Росатом». И решим те задачи, которые перед нами ставятся сегодня. Спасибо за внимание.